6 июля 1887 года город Витебск охватил сильнейший пожар. Казалось, огонь уничтожит все, но окраина, район еврейской бедноты, который называли Песковатик, чудом уцелел. В огне на свет появился мальчик, которого при рождении назвали Мовшей. Любовь к своему родному городу на Двине он пронесет через всю свою долгую жизнь. Витебск станет известен всему миру благодаря его творчеству, а Париж станет его вторым Витебском. И этот узнаваемый вид французской столицы будет соседствовать на его картинах с видом его Покровской улицы. Судьба подарит ему 97 лет жизни, и миру он станет известен как Марк Шагал. Родители художника были родом из Лиозно, небольшого городка в Саратове. 40 километрах от Витебска. Они были двоюродным братом и сестрой, поженились в 1886 году и незадолго до рождения первенца переехали в Витебск. Со времен императрицы Екатерины II белорусский Витебск находился в границах черты оседлости. Это был один из немногих городов Российской империи, в котором разрешалось селиться евреям. Вскоре семья переехала в небольшой дом на Покровской улице. Мовша был старшим из девяти детей. Шагал родился в достаточно бедной, обыкновенной и простой семье. Отец его всю жизнь был рабочим. Он грузил тяжелые бочки с селедкой у владельца лавки, в которой эту селедку продавали. Эта лавка находилась недалеко от Покровской улицы. И Шагал не раз вспоминал, как и одежда отца была пропитана селедочным рассолом. И руки его были грубые и распухшие от этой постоянной соленой воды и тяжелой работой. Субботний ужин. Отец чисто вымыт в белой рубахе. От него так и веет покоем. Хорошо. Приносят кушанье. Какая вкуснота! Фаршированная рыба, тушеное мясо, цимис, лапша, бульон, компот, белый хлеб. По неволе разомлеешь. Отца клонят ко сну. Я всегда с завистью смотрел на приготовленное специально для него жаркое. Следил жадными глазами, как мама снимала с печи горшок, накладывала куски на тарелку и ставила горшок обратно. Может, и мне достанется кусочек или хоть косточка. А папа, усталый, грустный, ел словно через силу. Я смотрел ему в рот, как собака. И не я один. Рядом сестренки, чуть подальше брат. И всем ужасно хотелось отведать жаркого из такого вот горшка. Еще бы! Вот вырасту, думал я. Сам стану отцом, главой семьи и буду есть жаркое, сколько захочу. Субботняя трапеза всегда настраивала меня на мысли о будущем, о том, что жить, пожалуй, стоит. Осенью 1900 года Шагал поступает в Витебское четырехклассное городское училище с ремесленным уклоном. Вместе с ним в одном классе учился Йосель Цаткин, будущий знаменитый скульптор Осип Цаткин. В 1906 году мать приводит Шагала Киюгуди Пену, витебскому художнику жанровых сцен и портретов, выполненных в манере русских салонов 1900-х годов. Молодой Мовша успешно усваивает свой первый урок реализма, однако его кисть неуклонно становится более свободной, а выбор цвета более дерзким. В декабре 1906 года Шагал оказывается в Санкт-Петербурге, без права на жительство и без средств к существованию. Данных ему отцом денег хватает ненадолго. 27 рублей иссякли, и не было возможности кушать зразы даже за 10 копеек. В Петербурге он поступает в рисовальную школу общества поощрения художеств, которую возглавлял Николай Рерих. На следующий год Шагал переходит в частную школу живописи Елизаветы Званцевой, где занятия вели Лев Бакст и Мстислав Добужинский. В 1908 году появляется его знаменитый покойник. Это начало Шагала. Этот Шагал далек от универсума Пэна – это уже художественное видение переходного периода от Пэна к Баксту с акцентом на стиль Бакста. Это видение нужно было для того, чтобы создать свой собственный почерк, свой художественный язык. Тея Брахман, подруга Шагала из Витебска, учившаяся в Санкт-Петербурге, соглашается позировать художнику для ню и композиций с влюбленными. Шагал регулярно прерывает свою работу в Санкт-Петербурге визитами в Витебск. Осенью 1909 года Тея знакомит его со своей подругой Беллой Розенфельд, младшей дочерью богатого ювелира. Белла родилась в очень богатой семье. Ее отец был владельцем магазинов, в котором продавались часы и ювелирные изделия. Это была одна, можно сказать, из самых богатых семей города. В мае 1911 года художник впервые выезжает за границу, увозя с собой все живописные полотна и рисунки, выполненные им к тому времени. После четырехдневной тряски в вагоне третьего класса Шагал вышел на перрон Северного вокзала, где его встретил витебский приятель Виктор Меклер, который к тому времени уже успел разочароваться в парижской жизни и год спустя вернулся в Витебск. Шагал, как он потом вспоминал, почти сразу же хотел поступить так же, и лишь потому, что Витебск был так далеко, он решил повременить с отъездом. К тому же он посетил Лувр, после чего его сомнения относительно разумности самой идеи приезда в Париж стали постепенно рассеиваться. В Лувре самое сильное впечатление на него производят работы Рембрандта, Мане, Делакруа, Пуссена. Он открывает для себя Ренуара и импрессионистов Ван Гога, Гогена и Матисса. В начале 1912 года Шагал переехал в Ля Руш, Улей, где к тому времени образовалось интернациональное сообщество художников, и плата за аренду мастерской была символичной. Шагал мог арендовать одну из самых больших и светлых студий на верхнем этаже. Другие художники жили и работали намного в худших условиях. Шагал как-то сказал спустя много времени, что в Улии можно было либо умереть, либо уйти оттуда знаменитым. Здесь Шагал обосновывается на целых два года в доме номер два в Данцигском проезде. В Улии к тому времени жили многие земляки Шагала, а в 1913 здесь появился Хаим Сутин. Сутин был очень странным человеком. В то время он рисовал натюрморты, в основном туши, куски мяса. Но у него не было денег, чтобы покупать мясо каждый день, поэтому он ходил на скотобойню и покупал там кровь. А потом использовал ее, чтобы вернуть тушам красный цвет. И вот однажды он облил кусок мяса кровью. Кровь попала на пол и просочилась в студию Шагала. И Шагал крикнул, кто-то убил Сутина. Тогда они были настолько бедны, что у моего отца была только одна рубашка, один костюм, одни брюки, поэтому он рисовал голым. Понимаете, он ведь мог поставить пятно на рубашке во время рисования, а рубашка была всего одна, поэтому он рисовал обнаженным. И вот представьте, начинает капать кровь с потолка, он выбегает на улицу и кричит, Сутина убили. И тут он понимает, что он голый на улице. Для Шагала Париж постепенно становится воплощением света, цвета, свободы, солнца, радости жизни. Он называет его вторым Витебском. Родной город, оставаясь в памяти, неизбежно появляется и на его картинах. Автопортрет с семью пальцами, в котором за окном Париж, а на холсте Витебск. Успех пришел далеко не сразу. Устроить в то время персональную выставку было нереально. Практически только Матис мог позволить себе такое. Шагал предлагает свои работы, но они не находят покупателей. Ситуация изменилась после того, как его новый парижский приятель, поэт Гьом Аполлинер, представил Шагала немецкому крупному торговцу и покровителю искусств Херварду Вальдену. В июне 1914 года Вальден организует первую персональную выставку Шагала. Она получает хорошие отклики критиков. Встречи с журналистами, посещение выставок не смогли надолго удержать Шагала в Берлине. Он торопился в Витебск. Он планировал жениться на своей возлюбленной Белле и увезти ее в Париж. Конечно, родители Беллы были против этого брака, но Белла настояла. Она сказала, что либо Марк, либо никто. И они вынуждены были смириться с этим. И свадьба, которую строили в Витебске, она проходила, как Шагал сам писал иронично в своих воспоминаниях, над нашими головами строились благословения, вино и проклятие. В сентябре 1915 года Шагал и Белла переезжают в Петербург. Здесь у них родится дочь Ида. Октябрьская революция приносит Шагалу свободу. Он становится, наконец, полноправным гражданином, а его дружба с наркомом просвещения Анатолием Луначарским приобретает необычайную ценность для него, как художника авангарда. В сентябре 1918 года Луначарский поддерживает предложение Шагала по организации школы изобразительного искусства в Витебске. Шагал назначается Уполномоченным коллегией по делам искусств Витебской губернии. По случаю первой годовщины революции Шагала объединяет всех художников, чтобы украсить город. Вывешиваются сотни транспарантов, украшаются витрины и трамваи, строится семь триумфальных арок. Все кругом увешано гирляндами и флагами с целью выпустить искусство на улицу. Шагал полностью посвящает себя созданию Народной школы искусств, проблемам преподавания, рисования, а также организации общей мастерской и музея современного искусства. Городские власти предоставляют один из бывших частных особняков в распоряжение школы. Основной заботой Шагала является преподавательский состав. Он хочет пригласить людей из столицы в провинцию. Ему удается убедить Мстислава Добужинского, своего бывшего учителя в школе Званцевой, художника Ивана Пуни и его жену Ксению Богуславскую, приехать из Петрограда преподавать в Витебск. В Витебск Шагал приглашает и автора знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича. Школа изобразительных искусств, в дальнейшем Витебское народное художественное училище, торжественно открывается 28 января 1919 года. В первые месяцы здесь обучается 600 учеников. И однажды, когда Шагал вернулся из очередной своей командировки, он нашел на дверях своей мастерской, а у каждого преподавателя была своя мастерская, записку своих учеников. «Извините, мы вас очень любим, но мы переходим к Малевичу». Для Шагала это был большой удар самолюбию, как художнику. А с другой стороны, мне кажется, что это был для него какой-то внутренний вздох облегчением, потому что это был повод, чтобы расстаться со всеми комиссарствами, со всеми этими административными директорскими обязанностями. Он к тому времени уже был директором училища и забрал свою дочку и жену. Он летом 1920 года уехал в Москву. И, как оказалось, уехал из Витебска навсегда. В Москве Шагал посвящает себя созданию живописных панно, предназначенных для маленького зала еврейского театра. Введение в еврейский театр, музыка, танец, театр, литература, свадебный стол, любовь на сцене, плафон и сценический занавес. В начале 1922 года Шагал готовится к отъезду за границу. Прожив в Берлине более года, он с семьей 1 сентября 1923 года приезжает в Париж. Сразу же после своего приезда Шагал встречается с влиятельным издателем Амбруазом Валаром. Он принимает предложение художника проиллюстрировать мертвые души Гоголя с та семью афортами, которые будут изготовлены в течение двух лет и в которых Шагал проявит себя как прекрасный иллюстратор. Мой друг написал мне письмо. «Приезжай, Валар тебя ждет». Валар – это было как волшебное слово. Валар спросил, что вы можете сделать для меня? А я же только что приехал из России. Еще свежи были все воспоминания. И я сказал – «Гоголь, мертвые души». Какой Гоголь? Гоголь. Великий человек. Великий писатель. То, что надо. Может быть, что-нибудь другое? Сигюр? Нет, Гоголь. Гоголь. Д'accord? Гоголь – так Гоголь. Я Гоголь. В начале 1926 года около сотни произведений Шагала выставляются на его первой выставке в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Контракт с Берхаймом-младшим обеспечивает художнику средства к существованию. Однако вскоре биржевой крах на Уолл-стрит вынуждает Берхайма расторгнуть контракт с Шагалом. И только работа с Валаром обеспечивает ему теперь скромный доход. С установлением фашистского режима со стен музея в Германии снимаются все работы Шагала. Зимой 1941 года, когда нацистская машина захватит пол Европы, Шагалу поступает приглашение от Музея современного искусства в Нью-Йорке переехать в Америку. Подобное же приглашение получают и другие известные художники, такие как Матис Пикассо. Шагал, однако, остался равнодушным к этому приглашению. И только когда французское правительство под давлением Германии приняло антисемитский закон, лишавший евреев французского гражданства, он все же решил уехать. 23 июня, в то время, когда войска фашистской Германии вторглись в Советский Союз, Шагал и Белла прибывают в Нью-Йорк. Нью-Йорк, который Шагал называет Вавилоном, оказывает на него сильное впечатление своими размерами и кипучей жизнью. Здесь он встречается с Пьером Матиссом, сыном знаменитого французского художника Анри Матисса, который с этого времени становится его маршаном. Освоившись на новом месте, Шагалы стали по выходным дням выезжать за город. Во время этих поездок они нашли места, напоминающие Витебские, в районе Клюквенных озер в Адерандаке, на северо-западе штата Нью-Йорк. Марк и Белла стали приезжать сюда на более длительный период, даже на зиму, возвращаясь к весне. Непоправимое случилось в начале сентября 1944 года, когда Марк и Белла приехали отдохнуть в Адерандак на несколько дней. Здесь, в так им полюбившемся месте, Белла заболела вирусной инфекцией. Болезнь развивалась стремительно и необратимо. 2 сентября 1944 года Белла скончалась. Ее неожиданная смерть явилась сокрушительным ударом для Шагала. Ида познакомила Шагала с молодой женщиной Вирджинией Хагард Макнелл. Она, видимо, предполагала, что Вирджиния сможет отвлечь Шагала от мрачной действительности. То обстоятельство, что Вирджиния замужем и растит дочь, было в ее глазах залогом того, что увлеченность Шагала будет не более чем благоприятной терапией от депрессии. Как оказалось, судьба предпочла другой сценарий. Прошло немного более года после смерти Беллы, когда в начале осени 1945 года Вирджиния поняла, что она беременна. Хай-Фоллс и любовь к Вирджинии дают всплеск новых эмоций в творчестве Шагала. Здесь он осваивает технику цветной литографии. Этот период творчества, выставок, изданий и признаний свидетельствуют о триумфе и славе Шагала. Но именно такая жизнь на виду начинает тяготить Вирджинию. Возможно, Шагал был готов к такому итогу их совместной семилетней жизни. Иначе чем объяснить, что уже через четыре месяца, 12 июля того же года, состоялась его свадьба с Валентиной Бродской. Это была женщина другого склада. И у Марка Шагала началась другая жизнь длиною в долгих 33 года. Его фантастический мир, он нам кажется абсолютно реалистическим. То есть я как бы существующим. Хотя мы понимаем, что люди не летают там и так далее. И тем не менее, понимаете, вот это какая-то такая глубинная часть его натуры, его поэтического и художнического воображения, что мы в это верим как в реальность. Шагал с успехом осваивает керамику, а также витражную технику. Свой первый заказ на изготовление витража Шагал получил в 1957 году. Несмотря на то, что ему было уже тогда под 70, он быстро освоил и полюбил эту технику, успев стать одним из выдающихся художников-витражистов 20 века. Среди самых известных работ Шагала – витраж «Мир» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, витражи в Ремском соборе во Франции. Шагал просыпался очень рано, потому что для многих художников есть два периода времени в течение дня, которые очень важны с точки зрения света. Это раннее утро и закат. Потому что цвета в это время не столь яркие и насыщенные. Он просыпался очень рано утром и начинал работать. Он работал где-то 10 часов в день. Потом он общался и обедал с нами, после спал минут 20 и снова возвращался к работе. С 1966 года Марк Шагал постоянно проживает в своем доме в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции. Я побывала у него на юге Франции. Кстати, эту поездку мне помогла организовать Надежда Петровна Леже. Скажите, я похожа на клоуна? Это были его первые слова. Ну, меня это смутило. Я говорю, ну, да нет, конечно. Посмотрев на него, я подумала, да, он действительно похож на клоуна. В 1973 году в Ницце открывается Национальный музей «Библейское послание Марка Шагала». Художник дарит Франции лучшие свои работы на библейские сюжеты. С ранней юности я был очарован Библией. Мне всегда казалось и кажется сейчас, что она является самым большим источником поэзии всех времен. Библия подобна природе, и эту тайну я пытаюсь передать. В 1973 году по приглашению Екатерины Фурцевой, министра культуры СССР Марк Шагал впервые после своего отъезда в 1922 году решается на поездку в Москву. В Третьяковской галерее открывается выставка его работ, где он подписывает свои панно для еврейского театра, созданные в 1920-х годах. Художник дарит Третьяковке и Музею изобразительных искусств имени Пушкина свои работы. Однако посетить родной Витебск Шагал не решается. Он дорожил воспоминаниями своей молодости и не хотел разрушить этот мир. Он совершенно уникален со своим поэтическим миром. Таких художников больше не существует. И потом он, конечно, из самых великих живописцев, просто мастеров колорита и цвета в мировой искусстве 20 века. «Наперекор всем трудностям нашего мира, во мне сохранилась часть той одухотворенной любви, в которой я был воспитан, и вера в человека, познавшего любовь. В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и искусству. Цвет любви». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова